всех приветствую итак побежден очередной мешок 10 копеечников хочу провести небольшой краткий обзор того что удалось найти и собственно говоря какую-то статистику я не знаю даже может привести для начала хочу показать монету которая попалась в мешке 10 копеек это вот такой вот 5-рублевик каким-то образом попадаются оказывается монеты не только похожие по диаметру размеру 10 копейками ну и вот такие вот мне до этого подалось 2 рубля теперь вот 5 итак 97 год у меня в этом мешке попалось 4 монеты московского монетного двора вот традиционно не частые монеты принципе из погодовки если брать 10 копеек 97 и москва и питер они очень мало попадаются предыдущем мешке у меня было всего две монеты 97 санкт-петербургская одна была монетой уже в альбом положил поэтому не стал доставать штемпель 11 98 год санкт-петербургских 5 вот они московских 10 одна монетка вот попалась таком вот достаточно ну не бомбезным но состояние такое достойное даже в альбом положить не грех такой 98 год 10 копеек блеск достаточно хорошо присутствует 99 год санкт-петербургских 3 московских 15 2000 год санкт-петербургских 1 московских 20 пару штук тоже 2000 года отложил тут немножко пятно это вот тоже достойная монетка чтобы быть отложенной так скажем из общей кучи 2001 год три монеты спмд штемпель 12 простые так и московских 43 тоже несколько отложил 2001 года таком вот замечательном состоянии с малым так скажем оборотом 2002 год санкт-петербургских 12 московских 35 все 13 а простые не попадается мне вот латуни никогда не никаких редких монет сожалению сколько десяти копеечки перебираю 2003 год санкт-петербургских 9 231 а 5 штук 231 б 4 штуки там и отличаются по положению монограммы размер букв монограмме московских 46 штук блески не выбирал еще у меня предыдущем мешке было много я там десятка 2 отложил очень хорошим сохраняем поэтому еще эти не перебирал состояние так скажем 2004 год санкт-петербургских 9 тоже неплохие монетки попадаются с пятнами но блеск присутствует штемпельный царапок не очень много при даже при детальном рассмотрении московских получается 82 тоже все штемпель а простые тоже вот такой год что там есть редкие монеты но я не знаю либо это все реально редко так скажем как в рублях допустим широкий кант найти так и эти вот которые редкие там и очень редкие во втором году в 2004 по ммд практически невозможно также вертикальные складки не знают а надо на камаз монет перебрать чтобы чтобы найти что-то ну может уже кто-то перебрал попалась у меня в 2010 году опять редкая монета это получается штемпель b2 опять-таки по 2 уже третья монета с двух мешков вчера одну удалось успешно продать на самаре нумизматике за небольшие деньги там буквально за 200 рублей ну сейчас в принципе на такие монеты не распиаренные даже которые редкие по каталогу цены достаточно сильно просевшую потому что и кризис как бы то ни было какой бы то он и так или иначе он есть коронавирус и прочее все это видимо сказывается да и нумизматики сейчас в принципе цены люди знающие утверждают что просели чуть-чуть не только в россии поэтому то что распиарена то стоит денег это порой уходит не очень дорого редкие разновидности там входячки мелочевки вот и особо хоть она вот по интернету будет написано что стоит она там 500 рублей ну попробуйте и за 500 продать эту 10 копеек там какой-нибудь там штемпель b2 либо 3 2010 года вот такой вот кратенький обзор первая часть я не знаю вторую может и не буду снимать особо там жизнечок там по штемпелям только ради статистики особо мне интересно было найти монету 2097 года как обычно их мало и хотелось найти монету какую-нибудь редкую еще раз 2010 но попалась опять-таки b2 которая уже у меня есть и в обмене и в коллекции ничего будем искать еще два мешка на подходе 10 копеечников так что надеюсь что что-то повезет в чем-то вернее попадется вот такая вот собственно говоря статистика спасибо всем за внимание пишите свое мнение всем пока